Библейский портал экзегет.ру представляет 33 глава книги Бытия, перевод российского библейского общества. Читаю для библейского портала экзегет. 32 загадочная глава завершилась тем, что Иаков поборол незнакомца. Кто этот незнакомец? Он дал ему новое имя, Израиль, которое было объяснено. Ты боролся с Богом и с людьми и вышел победителем. Мы обсуждали это в 32 главе, не буду повторять. Но отмечу только, что с этого момента все меняется в истории Иакова. Он носит имя Израиль. Он, по сути дела, уже не просто человек со своими детьми, а он вместе с ними образует народ израильский, который дальше будет главным героем Ветхого Завета. И он, смотрите, больше уже ни с кем не борется. Он получил то, что он хотел, и дальше он просто продолжает жить. Но для начала ему надо договориться с братом Исавом, который его, кажется, собирается убить. Яков полетел и увидел. Навстречу ему идет Исаф, и с ним 400 человек. Яков велел детям Ли и Рахили, обеих наложниц, а у Ли и Рахили же есть служанки, которые мы тоже рождали, детей, встать рядом с матерями. Он поставил их так, впереди наложницы их с детьми, за ними Ли и Рахили и Иосифа. Это, очевидно, наиболее ценное в конце. То есть, если он никак не отвяжется от этого страха перед нападением Исава, но пусть хотя бы самая его любимая жена и любимый сын от этой жены будут последними, больше шансов уцелеть. «Сам Аков вышел вперед». Это же Иаков нужен Исаву. «И прежде чем приблизиться к брату, простерся на земле семь раз. Но Исав бросился ему навстречу, обнял, прижал к груди, поцеловал, и оба заплакали». Такой сюжет, который повторяется в притче о блудном сыне. Только здесь притча о хитром брате, который обманул, ушел в чужую страну, вернулся, правда, не нищим, а, наоборот, очень богатым, но брат его принимает, даже еще не давая сказать ни слова. Кстати, это тоже важный мотив, он повторится в истории сыновей Иакова. «Увидев женщину и детей, Исав спросил, а кто это у тебя?» Иаков ответил, «Это дети, которыми Бог одарил меня, твоего раба». Наложницы со своими детьми подошли и поклонились Исаву, потом подошла и поклонилась Лия со своими детьми, а потом Иосиф с Рахилью. Да, Иосиф даже на первом месте. То есть Иосиф уже с самого начала выделяется. Скоро это станет очень актуальным. «А что за гурты я встретил по дороге?» спросил Исав. «Это чтобы снискать твое благоволение, господин мой», отвечал Иаков. «У меня всего хватает, брат», — сказал Исав, «оставь свое добро себе». «Нет», — ответил Иаков, «окажи милость, прими мои дары». Да, это вот уже такая восточная вежливость, да, то есть подарок нельзя принять сразу, надо сначала его отвергнуть, а другой, кто дарит, должен настоять на этом подарке, да. «Свидеться с тобой было для меня, что Бога увидит лицом к лицу, но ты так добр ко мне, прими мой дар, мое благословение. Бог щедро одарил меня, у меня есть все». Иаков упрашивал Исава, и тот согласился принять дары. Ну, понятно, что это скорее такая формула вежливости, и заодно эти дары — это как бы выкуп за обиду, за то, что он обманул когда-то. А еще это подтверждение благословения. «Вот отец меня благословил, и у меня теперь все это есть, но я готов поделиться своим благословением. Я не держу его только для себя». Символический жест. «Трогаемся в путь», — сказал Исав Иаков, «я пойду с тобой». Но Иаков ответил, «Ты знаешь, господин мой, как слабые дети, а еще овцы и коровы у меня дойны, если их погнают, все падут за один день». «Лучше ты, господин мой, ступай вперед, а я, раб твой, пойду следом тихонько, как идет скот, как идут дети, пока не доберусь к тебе, господину моему, в Саир». А Саир — это Эдом, где, соответственно, Исав живет, страна Эдомитян. «Давай я оставлю с тобой часть моих людей», — предложил Исав. Но Иаков ответил, «Зачем? Ты, мой господин, слишком добр ко мне». Иаков хочет от него отделаться, это явно. Он боится, что Исав передумает, он хочет с ним разделиться, но не называет этого напрямую. И в тот же день Исав впустился в обратный путь в Саир, а Иаков направился к Сукоту. Там он построил себе дом, а для скота сделал шалаши, поэтому это место и называется Сукот, то есть шалаши. Вот он уже вступает в обетованную землю. «Вернувшись из-под Дана Рама, Иаков благополучно достиг города Шихемы, что в Ханаане, вот уже в обетованной земле, и остановился неподалеку. Участок земли, где он разбил станы, Иаков купил у сыновей Хамора, Шихемы, у отца за 100 кассит». Кассита — какая-то денежная единица, мы не знаем, она редко упоминается, сколько это было. Ну, неважно, такие там деньги были. Мы же не знаем, какого размера участок, тем более. И, смотрите, он выкупает эту землю. Авраам купил поле с пещерой для погребения своей жены Сары А. А Яков здесь тоже покупает участок, на котором он уже живет. То есть начинается вот это мирное заселение Ханаана, оно будет потом совсем немирным, но пока вот первые кусочки, они особые. Там он воздвиг жертвенника, назвал его Эл-Эл-Огей-Исраэл, то есть Бог, Бог Израиля. Это то самое имя, которое он получил от неизвестного, боровшегося с ним, то самое имя, которое станет названием происходящего от него народа. И здесь он воздвигает жертвенник. И вот что еще делает Яков? Везде, где с ним происходит нечто, связанное с Богом, он воздвигает жертвенники. Он устанавливает культ Бога везде на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok